Ксения Юрьевич, я приветствую вас на белорусской земле во главе делегации Ульяновской области. Всегда в мыслях о том или ином регионе у меня какие-то ассоциации, может быть, потому что я историк по своему образованию, я всегда думаю, ну, Ульяновская область, наверное, нам идеологически не чужда. Это близкая нам область, ну, еще и потому, что там родился и первые годы свои провел человек, который стоял у истоков нашего общего государства. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я очень трепетно к этому отношусь, потому что история есть история, ее надо уважать, какой бы она ни была в прошлом. Знаю, что в прошлом году вы приняли активное участие в форуме регионов Беларуси и России, познакомились с Гродненской областью, посетили Великий Камень. В ходе нынешнего визита побывали в Брестской области, посетили мемориальный комплекс Брестская крепость-герой, рад предприятий. Я в этом очень даже заинтересован, чтобы побывали на западе Беларуси и, наверное, почувствовали, что это не чьи-то области, это белорусские, белорусы там живут и будут жить. Отношения Минска и Ульяновска насчитывают не одно десятилетие. Ваш регион всегда отличался инициативой, креативностью, вниманием делам молодежи и, что очень важно, вы большое внимание уделяете уязвленным, так сказать, слоям населения, те, которые нуждаются в поддержке. Сегодня мы активно ищем новые точки соприкосновения с учетом уже накопленного потенциала, налаживаем глубокое взаимодействие через кооперационные связи, прежде всего, в производственной сфере. Нынешняя ситуация дает нам возможность выйти на новый уровень кооперации. Все необходимые решения на уровне глав государств приняты. Основа наших экономических связей – промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. У нас, во-первых, на протяжении ряда лет белорусские предприятия считают поставку продукции на сборочные конвейеры и Ульяновского автозавода, и ОМЗ. Завершается программа 21-23. Второе – продолжается реализация совместного проекта по производству в Ульяновской области полуприцепов на базе шасси МАЗ. Третье – нашими организациями налажены прочные кооперационные связи сферы радиоэлектроники. Белорусское предприятие «Интеграл» поставляет широкий спектр электронной компонентной базы, дисплейные модули и видеомониторы для российского оборонно-промышленного комплекса. Я буду очень рад, если услышу от вас ваши оценки результативности этой работы, насколько мы далеко продвинулись, какие есть проблемы, способны ли мы полностью уйти от импортных комплектующих. И, если уж сегодня встречаемся, несколько слов о наших перспективах. Нам досталась от Советского Союза серьезная производственная база для выпуска различной техники – от сельхозмашин до необходимой для ремонта самолетов. Мы эту базу сохранили, приумножены, сегодня мы совместно можем ее использовать. Об этом мы с президентом Путиным договорились. Важнейшим направлением в плане технического прогресса внедрения в производство последних наушных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы тоже обсуждали эту тему с президентом Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующая компетенция. Хотелось бы знать, какие вы видите возможности. Это проект, ориентированный в будущее и не на один год. Капиталоложения предстоят значительный, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Мы готовы расширять номенклатуру этого производства. Как мне докладывают, вы уделяете большое внимание развитию экологичного транспорта, стараясь сделать его окупаемым, одновременно доступным для всех слоев населения. Готовы обеспечить потребности регионов в современной пассажирской технике, электробусах, автобусах, в том числе и на газомоторном топливе. Кроме того, мы производим широкий ряд грузовых, сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных машин. Мы готовы и обучить персонал, и обслуживать эту технику, если нужно, и поставлять запасные части. Знаю, что у вас также большие планы по модернизации агропромышленного комплекса, предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции. В этом плане, вы, наверное, это хорошо знаете, у нас есть определенные возможности, и если вам это интересно, мы готовы вместе поработать на ульяновской земле. На прошлой неделе вы, посещая Китай, обсуждали перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики. Накоплен у нас определенный опыт работы с Китаем прикладного использования подобных высокотехнологичных решений. Я предлагаю объединить усилия по их коммерциализации. Нам, наверное, уже хватит обслуживать заказы только западных компаний. Пусть наши специалисты больше работают на своих странах. Кроме того, у нас есть возможность взаимодействия в таких перспективных областях, как биотехнологии, микроэлектроника, энергетика, композитные материалы. И все это сегодня востребовано и позволяет обеспечить так нужный нам технологический суверенитет. Следующее направление – здравоохранение и фармацевтика. Хорошим примером сотрудничества в данных сферах служит реализация проекта союзного государства лечения граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии. Я, пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказывали и оказываете беларусам. Знаем, что Ульяновская область славится своими инновационными подходами в сфере образования и воспитания молодежи. Мы идем параллельными курсами, как и у вас в Беларуси создана система поддержки талантливой молодежи. С учетом наших перспектив вступления в БРИКС особый интерес представляет деятельность Ульяновского проектного офиса Международного молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС». Среди востребованных проектов, которые там реализуются, общественная дипломатия, волонтерство, сохранение исторического культурного наследия, образование, спорта. Уважаемый Александр Юрьевич, далеко не полный перечень направлений, по которым нам предстоит работать, дополняя друг друга, я изложил. Далеко не полный. Мне докладывают, что бюджет вашей области на будущий год направлен прежде всего на выполнение социальных программ, технологическое развитие, расширение инфраструктуры. Это задача, которая хорошо согласуется с темами, которые я уже обозначил. Если нужна наша поддержка, вы можете на нас рассчитывать. Нам, думаю, незачем конкурировать, надо объединять сегодня усилия. Есть с кем конкурировать. Поэтому давайте работать вместе. И если есть какие-то вопросы, проблемы, говорите откровенно, прямо. Мы сегодня готовы принять любое решение, которое вас заинтересует. Еще раз благодарю вас за то, что вы нашли время посетить Республику, Беларусь. Уверен, что вы себя здесь чувствуете не хуже, чем у себя дома. По крайней мере, ощущаете, что это не чужая земля, не чужая вам страна. Мы гарантируем вам, что всегда будем привержены нашей не только интеграции, но и нашему единству во всех сферах. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, я хочу выразить глубокую благодарность за такой прием для Ульяновской области. Для меня лично это очень большая честь. В вашу страну всегда приятно приезжать и возвращаться. Здесь нас очень хорошо понимают, ждут. И мы благодарим вас за такое отношение. И, разумеется, хотим отвечать только взаимностью. Мы приехали не с пустыми руками, а с конкретными, выгодными для всех сторон предложениями, которые смогут вывести отношения Республики Беларусь и Ульяновской области на качественно новый уровень. Все наши предложения вписываются в контекст ваших договоренностей с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Республика Беларусь и Ульяновская область имеют давнюю и очень хорошую историю. У нас заключено соглашение о сотрудничестве во всех сферах. Мы его постоянно актуализируем и сейчас действуем по плану на 2023-2024 годы. Нас связывают тесные партнерские, дружеские связи во всех сферах, от промышленности и сельского хозяйства до культуры и обмена социальным опытом. Последние два года мы наблюдаем довольно-таки мощный рост взаимодействия. В ежемесячном режиме наши представители находятся в контакте с вашими коллегами, обсуждают актуальные вопросы. По итогам этой работы мы имеем четкое представление, в какую сторону дальше нужно двигаться.